Хрупкое, опасное, но в то же время незаменимое. О стекле поговорим сегодня. Найдем осколок, которым не порежешься, а также выясним, что стоит за прозрачностью стекла. Каждый год в России производят около 10 миллиардов стеклянных бутылок. Хрупкая тара – одна из популярнейших в мире. Она экологична и может перерабатываться неограниченное количество раз. Чтобы создать эту изящную продукцию, нужны горы, песка и очень много соды. В стенах этого здания спрятаны бункеры с песком, содой, полевым шпатом, известняком и оксидом хрома, компонентами будущего стекла. Сейчас их смешивают в нужной пропорции. Рука человека при этом не коснется ни одной песчинки. Процесс полностью автоматизирован. Стоит нажать на кнопку, как сырье поступит на транспортер, смешается и массу отправят в печь. Люди нашли стекло еще в каменном веке. Правда, тогда его не выплавляли, а приходили на готовенькое. У подножья вулканов в остывшей лаве попадались сверкающие гладкие фрагменты породы. Первое рукотворное стекло археологи датируют III веком до н.э. Это были стеклянные шарики, напоминающие бусы. Считается, что их получили случайно, когда запеклись песок и бруски полевого шпата возле печи, где отливали металл. К современной печи ближе, чем на полметра не подойдешь, горячо. Запечатлеть раскаленную стекломассу нельзя, техника может расплавиться. Внутри температура почти полторы тысячи градусов. В этом цехе даже перила лестниц, горячие, как батареи. Печь работает 24 часа в сутки. Это непрерывное производство. Печь охлаждается вентиляторами. И если останавливаются эти вентиляторы, естественно, охлаждения нет. Ну и может просто убежать стекло. То есть есть в печи от 150 до 300 тонн стекла. Это все может выбежать и убежать в подвал с пожаром, с аварием, с соседними делами. Горячую стекломассу отправляют на производственную линию. Правда, пока она больше напоминает красных мармеладных змей. Их укращают операторы стеклоформующих машин по 12 часов подряд. Это производство для стойких телом и духом. Понимаем друг друга, даже по губам читаешь. Со всеми, если подробно объяснить, то надо покричать на уху. А так только жесты и артикуляции. А когда приходите домой, не остается вот этой привычки, что где-то надо подкрикнуть? Жена говорит, что ты орешь. Капля стекломассы падает в черновую форму и становится заготовкой. На профессиональном языке – пулькой. Далее снаряд отправляют в следующую форму, куда закачивают воздух. И потому стекло обволакивает стенки. Вот вам и бутылка с пылу с жару. А чтобы придать ей необходимую прочность, ее отправляют в печь отжига. А по пути обдают пламенем. Стекло не дает быстро остыть, иначе треснет. Один век и 32 года. Столько странствовала по морям самая старая бутылка с посланием. Ее нашла на пляже жительница Австралии. Внутри был свернут листок с бумагой с неразборчивой надписью на немецком языке. Ученые установили, что сосуд выбросили за борт корабля «Пауло» для эксперимента. Команда изучала океанические течения. Вы обращали внимание на донышко бутылки? Почему там всегда есть выемка? Мастера стекольного дела открыли нам тайну. Не для того, чтобы официанту было удобно держать бутылку в руках. Тара с ровным дном, менее устойчива и может разбиться. А в точках на стенке, словно азбука и мороза, зашифровывают послание. Код, который показывает номер формы, если дефект возникает на этой продукции, забивается номер формы и бутылка автоматически отбраковывается, чтобы не допустить потребителю некачественную продукцию. Каждый день с этих линий сходит полтора миллиона бутылок. Сегодня это была прозрачная и коричневая тара. Но где в стекло добавили краску? Мы же следили за процессом. Юрий Чеглаков и Анатолий Сорокин – стекольных дел мастера. Хрупкие изделия выдувают из вот таких невзрачных трубок. Разогревают стержни до 800 градусов и в прямом смысле лепят из них все, что захотят. Причем голыми руками. Стекло – это аморфное тело. Оно плохо передает температуру, поэтому мы даже держим вблизи, и я не обжигаюсь. В этой мастерской чай мешают только стеклянными ложками. Ими нельзя обжечься. Тем временем заготовку постоянно вращают. Остановиться нельзя, иначе стекло стечет. А теперь Юрий будет дуть. Осторожными движениями наполнять форму воздухом, словно воздушный шар, который, кстати, может лопнуть. Это очень опасно тем, что может попасть в лес. Поэтому ни в коем случае этого делать нельзя. Поэтому стеклодух на 70% состоит из стекла. Стекло, с которым он работает, не простое, а золотое. Внутри – окись золота. Она и придает заготовке красно-желтый цвет. Оксид марганца, например, сделает стекло фиолетовым. Меди – зеленовато-голубым. Оксид хрома – коричневым. Его-то и добавили в стекломассу для производства заводских бутылок. Отказаться от света совсем технологи не могут. Солнечный свет портит вкус некоторых напитков. А зеленое или коричневое стекло не пропускает ультрафиолет. Прозрачность, как свойство стекла, объясняет, вы удивитесь, квантовая механика. Вспомните, как выглядит атом. Он состоит из ядра и электронов, вращающихся на его орбите. Крутятся они на разных уровнях. Когда сквозь проходит частица света, атом ее поглощает, забирает энергию и с ее помощью переходит на соседнюю орбиту. Свет поглощен и не проходит дальше. У стекла же энергетические уровни расположены так далеко, что у электронов не хватает силы затянуть частицы света. Они пролетают мимо, делая вещество прозрачным. Ультрафиолетовые лучи обладают большей энергией. Электрон может поглотить их даже с далекого расстояния, поэтому стекло останавливает часть УФ-лучей. Напитки не портятся, а человек почти не загорает через окно. Стекло относит к природным материалам. Оно не взаимодействует с продуктами питания и не выделяет в пищу вредных веществ. Да и никогда не пропахнет вчерашними котлетами. За что и любимо домохозяйками. А вот его хрупкость, наоборот, отталкивает. То из-за кипятка стакан треснет, то любимые бокалы разобьются. Потом осколки собирай. Отношения на кухне заметно укрепились с появлением закаленного стекла. За что хозяйки могут благодарить автомобилистов. Забыли ключи в машине, а запасных у вас нет. Первый вариант – звонить специалисту по вскрытию замков. Второй вариант – ломать стекло. Для эксперимента мы выбрали второй. Но перед тем, как его бить, позвоните в свой автосервис и спросите, какое стекло заменить дешевле. В нашем случае – переднее левое. Металлический тяжелый предмет. Я ломал стекло! Ключи найдены. Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Технологию производства придумали французские инженеры в начале 19 века. Хотели обезопасить водителя и пассажиров, ведь каждый второй пострадавший в авариях получал ранения осколками стекла. Лист отправляют в печь и всего за две минуты нагревают до 700 градусов и тут же охлаждают до 40. Разность температур закаляет стекло, появляется внутреннее напряжение. Поэтому лист становится прочнее. Как говорят врачи, если хочешь быть здоров – закаляйся. Но стоит отколоть хотя бы один кусочек и полотно рассыпется. Осколками, кстати, нельзя порезаться. После закаливания у них не бывает острых граней. А это стекло еще и жаропрочное. Посуду из него можно греть в духовке и микроволновой печи. А вот жаропрочных бутылок, увы, не бывает. Одно неосторожное движение штопором и в ваших руках куча осколков. Так может пользоваться в быту бронированным стеклом? Такую чашечку уж точно не разобьешь. Знакомьтесь, триплекс или ударопрочное стекло. Только представьте, легкая пленка толщиной в миллиметр делает стекло непробиваемым. Полимер гасит колебания при ударе. Им заполняют пространство между двумя листами и отправляют этот своеобразный сэндвич в вакуумную печь. Откачивают оттуда воздух, и вот ударопрочное и антивандальное полотно готово. Сделать из такого стекла сложную форму до сих пор не получается. Так что пока инкассаторы чувствуют себя забронированным стеклом, как за каменной стеной, а в витрины вставляют противовандальные полотна, домохозяйкам остается лишь мечтать о небьющейся изящной посуде. Постепенно людям все же удается приручить этот материал. Ведь несмотря на острые грани его характера, он незаменим. Без стекла и жизнь не та. Незримый помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Благодаря ему ученые заглянули внутрь клетки и увидели соседние звезды и галактики. Несмотря на важность всех открытий, стекло ценят за незаметность. Такой вот прозрачный скромняга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова